Гуманитарное образование Вы уже принадлежите к особой группе школьников, потому что вы начинаете задумываться о своем будущем профессионально и грамотно, совершая шаги, которые должны в конечном итоге привести к тому решению, которое каждый из вас примет, выбирая город, где учиться, университеты или институты, где получать образование. Ибо сейчас вы должны на уровне тактильном, то есть пощупать и понять, ваш это или не ваш. Ребята более глубокое понимание получают о том, какие направления у нас представлены, в чем разница между этими направлениями, какие перспективы для них открываются. И уже делают достаточно такой осознанный выбор для тех, кто сомневается, для тех, кто еще ничего не знает о нашем институте. То есть они уже после этого получают примерное понимание. После первой школы я вижу участников первой научно-практической школы уже в стенах нашего института международных отношений в качестве студентов. Но поскольку программа ориентирована для девятых, десятых и одиннадцатых классов, то есть вот одиннадцатиклассники бывшие у нас поступили, десятые и девятые классы они пока у нас участвуют в наших мероприятиях, в других мероприятиях, которые дают им дополнительные возможности при поступлении, дадут. Слушатели школы – это будущие абитуриенты, выбравшие гуманитарное образовательное направление. В рамках школы их ждет масштабная и разноплановая программа, цель которой – наглядно продемонстрировать те перспективы, которые открываются перед студентами-гуманитариями как в процессе обучения, так и по завершении его, в дальнейшем трудоустройстве и успешном построении карьеры. Я думаю, будет спокойнее, потому что, во-первых, и издания, и какие-то преподаватели будут просто знакомы. То есть все равно какая-то уверенность. И, конечно же, более ты можешь подробнее узнать о баллах, о пообщавшись с людьми, всегда лучше узнаешь какую-то информацию. Я смогу определиться более четко, куда я хочу идти, потому что в данный момент у меня нет какого-то четкого представления, куда мне идти. И я думаю, эта школа сможет мне помочь выбрать мою будущую профессию. Возможно, я стану более уверенной, потому что я не буду бояться задавать какие-то вопросы. Как нам сказали, глупых вопросов не бывает. Также я смогу, возможно, как-то проще общаться с людьми, потому что мы здесь все незнакомы друг с другом, и это возможность подружиться, узнать что-то новое друг о друге. Я как отец трех детей могу сказать, что встречаться обязательно надо при выборе профессии и погружаться в ту атмосферу, о которой думаешь. Например, я в детстве мечтал стать моряком, начиная от узелков всяких морских и заканчивая такой серьезной литературой. Это все через себя пропустило, и, естественно, когда я уже пошел в 18 лет в первый раз в море, то мои знания позволяли быстро ориентироваться в ситуации. Поэтому и здесь многие же находятся в стадии выбора профессии, кем они хотят быть, и это надо помогать. Занятия в профориентационной школе ИМАМИ – это помимо теоретической части, то есть общения с преподавателями, еще и встречи с дипломатами, посещение органов государственного и муниципального управления, а именно городской думы, правительства, законодательного собрания Нижегородской области, где в атмосфере дружеской беседы старшеклассники узнают, какие требования предъявляются к желающим стать государственными или муниципальными служащими, и каким образом возможно попасть в управленческие структуры, а самое главное, как, оказавшись там, воплощать собственные идеи и проекты, направленные на улучшение жизни города и области. Вообще профориентация очень полезна для старшеклассников. Ну, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. То, что ребята здесь оказались в городской думе Нижнего Новгорода, посидели в зале заседаний, ну, просто погрузились немножечко, совсем чуть-чуть в эту атмосферу, мне кажется, это очень важно. Все равно это будет накладываться, это будет анализироваться ребятами, и в зависимости от направленности личности каждого из них будет выбираться, по большому счету, направление вообще всей жизни профессиональной. И мне кажется, это здорово. Чем более осознанно это будет происходить, тем лучше для старшеклассника. По окончании школы все ее слушатели получат дипломы, а кроме того бесценный опыт и знания, которые впоследствии помогут разобраться в том информационном потоке, что ежегодно обрушивается на абитуриентов, и выбрать свой вуз, свое направление, а значит оказаться в итоге именно на своем месте, что, как известно, является половиной успеха.